МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ночь с 7 на 8 октября в городе Магнитогорске проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», в результате которого сотрудниками Управления ВД России по городу Магнитогорску было раскрыто 26 преступлений. Составлено 225 административных протоколов, изъято 4 единицы огнестрельного оружия, из оборота наркотиков изъято более 170 граммов синтетического вещества растительного происхождения и около 300 литров алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Также сотрудниками по делам несовершеннолетних было выявлено 4 факта продажи спиртных напитков несовершеннолетним. В одной из квартир, расположенной в Ленском районе нашего города, было совершено убийство двух детей 2014 и 2016 годов рождения. Благодаря слаженным действиям сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Магнитогорску были установлены подозреваемые и задержаны. Ими оказались двое молодых людей 1989-1991 годов рождения. За последние несколько дней в Управление МВД России по городу Магнитогорску обратилось несколько женщин, ставших жертвами мошенников. Вчера в отдел полиции Орджоникидзевский обратилась пожилая женщина, которая сказала, что разместила на одном из сайтов объявление о продаже объекта недвижимости. В дальнейшем поступил телефонный звонок от якобы потенциального покупателя, который предложил перевести предоплату. Но для того, чтобы у нее было подтверждение, что он перевел ей предоплату, ей необходимо пройти к ближайшему банкомату. В дальнейшем она выполнила все его операции. И когда с ее денежного счета стали сниматься денежные средства, поступило смс-сообщение ей об этом. Она перестала общаться со злоумышленником, но, к сожалению, лишилась денежных средств в размере более 120 тысяч. Мы обращаемся ко всем жителям нашего города. Когда вам поступают какие-либо сомнительные звонки, никогда не реагируйте на них. Всегда обдумайте ситуацию, прежде чем переводить какие-то денежные средства незнакомым гражданам.